Всем привет. Пудун, официальное название Новый район Пудун. Новый район города Шанхая, Китай. Ядро Пудуна расположено к востоку от реки Хуанпу, напротив Пуси исторического центра Шанхая. Начав свое развитие в 1990-х годах на месте рисовых полей, к началу 2010-х годов Пудун превратился в крупнейший финансовый и деловой центр Китая. В 1990-м, 2020-м годах Пудун привлек иностранных инвестиций на сумму 102,95 миллиард долларов США. По состоянию на 2020 год на Пудун приходилось 1 дробь 80 ВВП Китая и 1 дробь 15 общего внешнеторгового оборота страны. В районе базировалось 36,3 тысячи. Предприятий с иностранным капиталом и 350 региональных штаб-квартир транснациональных компаний. В Пудуне расположены наиболее знаковые символы современного Шанхая, телебашня «Восточная жемчужина», небоскребы башни Цезиньма, шанхайский Всемирный финансовый центр и шанхайская башня, а также шанхайский Диснейленд. Слово «Пудун» буквально означает «к востоку от Хуанпу» или «восточный берег». Река Хуанпу огибает Пудун с запада, а с востока район омывается Восточно-Китайским морем. Площадь Пудуна – 522,8 километра, население – 5,6 миллиона человек. 2018. Ультрасовременный Пудун контрастирует с Пуси, старой частью Шанхая, находящейся к западу от Хуанпу. В устье реки Инцзы расположены четыре болотистые острова архипелага Цезюдуаньши, территорию которого занимает одноименный заповедник. Территория Пудуна больше многих других районов Шанхая, и в будущем он, возможно, будет поделен на более мелкие части. Некоторые поселения на территории современного Пудуна имеют древнюю историю. Например, старая часть поселка Гаоцея относится к периоду правления династии Южная Сун. В период династии Цин и Китайской республики земли Пудуна представляла собой преимущественно сельскую местность с несколькими деревнями и ремесленными поселками. Большая часть населения Пудуна занималась рыболовством, разводила домашнюю птицу и свиней, выращивала рис и овощи, другая часть работала в старом городе или международном сеттименте. Лишь на восточном берегу Хуанпу имелись причалы для джонок и склады, принадлежащие купцам из Пуси. Во время японской оккупации Шанхая в Пудуне с декабря 1937 по май 1938 года базировалось марионеточное правительство Большого Пути. После образования КНР эти земли входили в основном в состав уездов Чуаншинэнгхэй, а также шанхайского района Янцезин. В 1952 году из района Янцезин был выделен район Дунчан, а в 1956 году из частей районов Янцы, Янцезин и Гаацея был образован Восточный пригородный район. В 1958 году Восточный пригородный район и район Дунчан были объединены в уезд Пудун, а уезды Чуаншинэнгхэй перешли из-под юрисдикции провинции Цзинсу под юрисдикцию города Шанхай. В 1961 году уезд Пудун был расформирован, а его земли были разделены между уездом Чуанши и районом Янпу. В 1990 году Госсовет КНР принял постановление о развитии территории Шанхая, лежащей восточнее реки Хуанпу. Постановлением Госсовета КНР от 11 октября 1992 года был образован новый район Пудун, в состав которого вошли земли расформированного при этом уезда Чуанши, а также часть земель уезда Шанхай и районов Хуанпу, Наньши и Янпу. В 1993 году в Пудуне была создана специальная экономическая зона ЦС, в состав которой вошла финансово-торговая зона Лу Цзицзуй, новый финансовый центр Шанхая. В 2009 году в состав Пудуна влился район Наньхой, занимавший земли между дельтой Хуанпу и заливом Ханчжиувань. В 2010 году на территории Пудуна проходила Всемирная выставка Экспо-2010, после окончания которой на месте павильонов разбили Большой парк Шанхай-Экспо. В 2013 году в Пудуне была создана первая в стране шанхайская зона свободной торговли. 20 августа 2019 года в составе зоны свободной торговли официально начал свою работу новый район Леньган. Согласно переписи 2010 года в Пудуне насчитывалось 1,81 миллиона домашних хозяйств и проживало 5,44 миллиона человек, что на 1,85 миллиона человек больше, чем в 2000 году. Около 2 миллионов жителей Пудуна являлись переселенцами из других провинций и городов Китая. Местное население традиционно исповедует буддизм, даосизм и конфуцианство. Кроме того, имеются последователи народной религии, католицизма и ислама. Согласно переписи 2010 года среди постоянных жителей Пудуна 98,8% составляли ханьцы. Пудун является основным районом проживания иностранных специалистов, экспатов, в Шанхае. Здесь сложились крупные общины американцев, канадцев, британцев, французов, немцев, итальянцев, россиян, японцев, корейцев, сингапурцев и других иностранцев. Несмотря на то, что городские районы находятся на том же уровне административной иерархии, что и уезды, благодаря экономической значимости Пудуна его правительство по статусу равно правительству города субпровинциального уровня, который на полтора уровня выше уезда. Высшее должностное лицо, секретарь Компартии Пудуна, который является членом постоянного комитета Компартии Шанхая. За ним следует глава народного правительства района Пудун и глава административного комитета Шанхайской пилотной зоны свободной торговли. Район Пудун делится на 12 уличных комитетов и 24 поселка. Также в состав района входит несколько экономических зон. Финансово-торговая зона Лу Цезицзуй, международная деловая зона Цэньтань, зона свободной торговли Вайга Цэя, экспортная обрабатывающая зона Цэзиньца, специальная зона Линьган, Порт Яншань, ферма Дунхай, ферма Лю Чаган, ферма Чайан. В 1993 году, когда правительство Китая приняло решение учредить в Пудуне особую экономическую зону, на его территории в основном располагались поля и деревни. Западная оконечность района Пудун была отведена под новый финансовый центр Китая, получивший название финансовая и торговая зона Лу Цезицзуй. В 1990-х годах в зоне было построено несколько зданий, послуживших новой архитектурной доминантой и призванных повысить привлекательность Пудуна, в том числе телебашня Восточная Жемчужина и небоскреб Цэзиньмао. Позже в районе были возведены Шанхайский Всемирный финансовый центр и Шанхайская башня. 10 километров на северо-востоке Пудуна занимает Вайга Цэя, крупнейшая зона свободной торговли в континентальном Китае. Еще 19 километров в Пудуне занимает зона обработки экспортных товаров Цэзиньца, вторая по величине промышленная зона в районе. В центре Пудуна на площади 17 километров расположен парк высоких технологий Чжан-Цэзян, ориентированный на высокотехнологичное производство. В районе имеются две беспошлиные зоны, в морском порту Яншань и международном аэропорту Пудун. В 1990 году валовый внутренний продукт Пудуна составлял 6 миллиард юаней, около 906 миллионов долларов США. В 2008 году – 270 миллиард юаней, 38,5 миллиард долларов США. В 2015 году – 790 миллиард юаней, 113,5 миллиард долларов США. В 2019 году ВВП района достиг 1,27 триллиона юаней, а ВВП на душу населения – 33,2 тысячи долларов США. Около 70% ВВП припадает на сферу услуг. В марте 2020 года в зоне Цезиньца открылся промышленный парк 5G, инвесторами которого выступили компании Huawei, China Mobile и CycMotor. В Пудуне базируется новый банк развития, шанхайская фондовая биржа и шанхайская фьючерсная биржа, а также расположена штаб-квартира многих китайских компаний, в том числе Bank of Communications, Bank of Shanghai, UnionPay. Пудун является центром делового туризма. Ежегодно здесь проходят тысячи различных корпоративных мероприятий. В Пудуне расположены крупнейшие комплексы города для проведения выставок и конференций. В составе шанхайского Диснейленда имеются два больших отеля – Шанхай Дизнейленд Хоутел и Той Стори Хоутел. В новом районе Линган расположены отели Грэнд Макур Линганг, Ховард Джонсон Плэза Линганг, Краун Плэза Харбо Сити и Шанхай Хайчанг Резорт. Главной торговой магистралью Пудуна является Century Avenue, которая протянулась от башни Восточная Жемчужина до Парка Century. Также много торговых помещений расположено на улицах Дунфан Роуд и Пудун Роуд, пересекающих Century Avenue. В Пудуне расположено несколько больших торгово-развлекательных центров, в том числе Супер Бренд Мол, ФК Мол, Гэлла и Слафет, Чайна Ресурсис Таймс Сквер, Зэ Ривер Мол, Шанхай Нэкстадж Интернешнл Шоппинг Центр, Сэнчюрих Югванг Чанг, Саншайн Парадайз и Флорентия Вилад Шаутлет Мол. В составе шанхайского Диснейленда имеется большой торговый и ресторанный комплекс Диснейтон. Также имеется несколько мебельных торговых центров, в том числе Икеа и Ред Стар Макалина. В урбанизированной части Пудуна преобладают современные торговые центры, сетевые гипермаркеты и супермаркеты. Крефаур, Теско, Лотос, Метро, Волмарт, Костко. В сельской местности сохранились традиционные продуктовые рынки и небольшие семейные магазины Бакалей. На побережье реки Хуанпу расположены судостроительный завод Хадонгс Хангаа Шипбалдень, подразделение государственной China State Shipbuilding Corporation, и нефтехимический завод Шанхай Гаакя, подразделение компании Сай Нолпэк. В экспортной обрабатывающей зоне Цезинца базируются сотни машиностроительных, электротехнических, электронных, химических и пищевых предприятий, в том числе компаний Шарп, Нек, Рико, Митсубиси Электрик, Нокиа, Роберт Бош, Чиджан Семикондакта, Индива Электрон Текнолоджа, Схифэнг Электрон Текнолоджа, Коутоу Электроник, Эвагрин Пэкиджин и Шэнмэй Бэвээджент Фуд. В районе Линьган находится автосборочный завод Сайк Мотор. Рядом с международным аэропортом расположен авиационный завод Камак. В промышленном парке поселка Канцея расположены предприятия компаний Пилкинтон, АББ, Аптив, Шэнхиотомобил, Шаннэнг Машины, Джидонг Рубер Энд Пластик, Схихонг Пластик и Шангкея Принтен Инг. Также в Пудуне расположена промышленная зона Лу Юань, промышленный парк Наньхой и промышленный парк Дон Син. В финансово-торговой зоне Лу Цезянцу и сосредоточены офисы китайских и международных банков, страховых и финансовых компаний, фондовых и товарных бирж, а также юридических, бухгалтерских, аудиторских, консалтинговых и рекламных компаний. В сельской местности Пудуна сохранились небольшие рисовые и рапсовые поля, фруктовые сады и огороды, на которых выращивают персики и овощи. На прибрежных фермах и в искусственных водоемах разводят мохноторуких крабов и другие морепродукты. Пудун является крупнейшим морским, авиационным и автомобильным узлом Шанхая, а также местом пересечения 10 линий метро. В 1999 году был открыт новый международный аэропорт Пудун, в том же году вторая линия шанхайского метро соединила Пуси и Пудун. В 2004 году открылось движение на первой в мире коммерческой линии поезда на магнитном подвесе, развивающего скорость до 430 км в час. Пудун имеет широкую сеть велосипедных дорожек и станций велопроката. Еще в 1980-х годах из Пудуна в Пуси возможно было добраться только на пароме, теперь же два берега Хуанпу соединяют 14 тоннелей и 4 моста. Первым из них в 1991 году был построен мост Наньпа, далее было открыто движение по мостам Янпу, 1993, и Сюйпу, 1996. Последним в 2003 году был введен в эксплуатацию мост Лупу, ставший на момент постройки самым длинным арочным мостом в мире. Шанхайский мост и тоннель через Янцзы соединяют Пудун с островным районом Чунмин. Другой мост пересекает северное русло Янцзы и соединяет Чунмин с городом Нантун в провинции Цзинсу. Мост Донхай связывает Пудун с глубоководным портом Яншань. В Пудуне представлены все крупнейшие агрегаторы такси и службы каршеринга Шанхая. В Пудуне имеется широкая сеть как традиционных автозаправочных станций, так и зарядных станций для электротранспорта. Пудун обслуживают 10 линий шанхайского метрополитена, одна трамвайная линия, две железнодорожные линии компании China Railway Shanghai Group и одна линия шанхайского Маглева. 29-километровая линия шанхайского Маглева, введенная в эксплуатацию в 2004 году, связывает международный аэропорт Пудун с узловой станцией метро Луньян. 43-километровая грузовая линия Пудун Railway соединяет между собой промышленный парк в районе Цзиньшани станции Лучиоган в Пудуне. 68-километровая пассажирская линия Shanghai Rail Transit Link Airport Express связывает между собой аэропорты Пудун и Хунцаа, а также восточный вокзал. В парке высоких технологий Чжан Цезян действует 10-километровая трамвайная линия, запущенная в 2010 году. Международный аэропорт Пудун является одним из крупнейших аэропортов Восточной Азии и вторым по пассажиропотоку аэропортом Китая. Уступает лишь Шэлду. Его оператором выступает государственная Shanghai Airport Authority, находящаяся в подчинении правительства Шанхая. Аэропорт является основным хабом для China Eastern Airlines и Shanghai Airlines, а также крупным хабом для Air China, China Southern Airlines, Junior Air, Spring Airlines, Soparna Airlines, DHL, FedEx Express и Ups Airlines. По состоянию на 2019 год через аэропорт прошло более 76,1 миллиона пассажиров и более 3,6 миллиона тонн грузов. Основной грузооборот шанхайского порта приходится на глубоководный порт Яншань. Формально он входит в состав округа Чжэушань, но фактически управляется компанией Shanghai International Port Group. Часть причалов расположена в Линьгане и на реке Хуанпу. Несмотря на обилие мостов и туннелей, через Хуанпу до сих пор курсируют пассажирские паромы. Также река является популярным местом для туристических судов. В парке высоких технологий Чжан Цезян расположены Пудунский парк программного обеспечения. Пудун Софтвер Парк. Порт микроэлектроники Чжан Цезян. Сханг Джанг Майкроэлектроник Спорт. Центр исследований искусственного интеллекта. Айсланд. Национальная база биомедицинских технологий, Национальная база информационных технологий, Национальная база программного обеспечения, Национальная база онлайн игр и анимации, национальная база интегральных схем, национальная база полупроводников, Шанхайский национальный синхротронный радиационный центр, который входит в состав Шанхайского института прикладной физики. Также в парке базируются научно-исследовательские центры и лаборатории крупнейших корпораций. В Пудуне базируется секретное армейское подразделение 61 398, отвечающее за кибершпионаж и хакерские атаки. Пудун является важным культурным центром Шанхая, здесь расположены крупные музеи, театральные, музыкальные и выставочные залы, библиотеки. В каждом поселке и уличном комитете Пудуна имеются региональные дома культуры и библиотеки. В Пудуне представлены образцы как традиционной китайской архитектуры, так и почти все течения модернизма и постмодернизма. Старые кварталы с традиционными домами, храмами, мостами и каналами сохранились в районах Синчан, Гао Ци Я, Де Туань и Сан Линь. В Пудуне расположены самые высокие небоскребы Шанхая. Шанхайский Диснейленд открылся летом 2016 года. Является совместным предприятием Шанхай Шэнди Групп и Зе Уолт Дисней Кампани. В 2016 году парк развлечений посетило 5,6 миллиона человек, в 2017 году 11 миллионов, в 2018 году 11,8 миллиона, в 2019 году 11,2 миллиона. Шанхайский океанариум открылся в 2002 году. В комплексе имеется 168-метровый прозрачный подводный туннель, который позволяет посетителям увидеть морских обитателей вблизи, а также многочисленные аквариумы, коралловый риф, пещеры и акулья бухта. Шанхай Хайчан Коушен Парк открылся осенью 2018 года. Имеет в своем составе бассейны с касатками, тюленями, акулами и пингвинами, многочисленные аквариумы, аттракционы, театральные шоу, канатную дорогу, а также зону отелей, ресторанов и магазинов. В каждом поселке и уличном комитете Пудуна имеются центры медицинских услуг, районные поликлиники. Также в Пудуне расположено несколько крупных больниц. Шанхайская восточная больница университета Тун Цези, восточный кампус больницы Жень Цези, северный кампус больницы Жень Цези, шанхайский детский медицинский центр, народная больница нового района Пудун, кампус офтальмологической и отреналарингологической больницы Фуданьского университета. В Пудуне проходили чемпионат мира по водным видом спорта, гран-при по фигурному катанию Капов Чайна, Капов Чайна 2012, и Капов Чайна, чемпионат мира по шорт-треку, чемпионат мира по фигурному катанию, а также предсезонные, выездные, игры команд Национальной баскетбольной ассоциации и Национальной хоккейной лиги, выступления рестлеров WWE. Пудун является крупным центром киберспорта, здесь проходили такие важные соревнования, как Мид-Сизон Invitational 2016 и The International 2019. Пудунский футбольный стадион, также известный как Сайк Мотор Пудун Ирина, является домашней ареной футбольного клуба Шанхай Порт. Также в Пудуне расположена спортивная база футбольного клуба Шанхай Гринланд Шиньхуа. Всем пока. Пишите комментарии. Читайте комментарии. Интересные люди расскажут интересные истории. Всем хорошего настроения. Удачи!